Стало доброй традицией рассказывать о людях, которые своим трудом заслужили почет и уважение. Особое место среди них занимают герои социалистического труда, первостроители, принявшие участие в написании истории страниц Салавата. Один из таких выдающихся личностей – Яудат Зиганурович Мазитов, человек, стоящий у истоков строительства нашего города. Он был свидетелем возведения многих салаватских культурных объектов – Дворца культуры «Нефтехимик» городской администрации. Под его чутким руководством бригада каменщиков построила тысячи квадратных метров жилья. Его руками построены школы, больницы, промышленные объекты, дома не только в нашем городе, но и по всей республике. В стенах историка Кривейческого музея, в котором состоялся чествование юбиляра с 80-летием, были приглашены студенты механика строительного колледжа, в котором готовят специалистов-строителей. Эта профессия очень интересная, она по-настоящему мужская и требует высокой квалификации. Я узнал эту профессию, потому что хочу увидеть свой результат в реале. И потому что это необходимо людям, которые будут довольны моей работой и также зданиями, которые я буду строить. Юбиляр принимал поздравления от администрации нашего города, Совета ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан города. В адрес Яудата Зигануревича в этот день звучали только теплые слова и добрые пожелания. Уважаемый Яудат Зигануревич, Совет городского округа города Салават сердечно поздравляю вас с юбилеем, в 80-летием со дня рождения. Всю свою жизнь вы посвятили на благо родного города Салавата, неистекаемой жизненной энергии, мира и благополучия вам и вашим близким. С праздником! Уважаемый Яудат Зигануревич, от имени Игоря Геннадьевича Миронова я лично поздравляю вас с этой замечательной датой, с этим юбилеем. Желать вам хочется в этот день здоровья, какого же крепкости духа, чтобы оно вас никогда не подводило, как и в те моменты, когда вы добились столь высокого звания. Ведь здесь собрались все ваши друзья, люди, с которыми вы поднимали этот город, с которыми строили. Хочу вам еще раз поаплодировать, чтобы у вас было всегда здоровья, счастья и удачи. Праздник вам большой! Известность, мудрость и опыт работы зависят от того, в какой среде человек находился, набирался опыта, мудрости. И вот наш юбилеем набирался опыта, результаты работы его видны из Треста Салаватской. Это легендарная организация, которая строила город, его промышленные и гражданские объекты. Среди них такие известные люди, от которых многое перенял наш юбилеем. Сам юбиляр признается, главное – любить свою работу и делать ее на совесть. Создавать семью и воспитывать в детях таких же тружеников, чтобы они выросли хорошими людьми. Мы дети войны, мы в военное время жили там, очень тяжело жили. У нас одевать было нечего, кушать было нечего, траву кушали. И мы уже, когда взрослее стали, думали, чтобы люди жили получше, чтобы голода не было, чтобы люди прекрасно жили, учились и работали. Мы себя не жалели. Надо было в обстоятельствах работать, надо было в праздничные дни работать, в выходные работать. Мы работали. У нас, в нашем поколении, мы не знали, что такое деньги. Больше заработать или меньше заработать. Такого не было. Больше полувека супруги Яудат Зиганурович и Фаридамини Ахметовна Мазитова живут в любви и согласии. Самое главное богатство их семьи в их продолжении, в детях. А это значит, что жизнь прожита не зря. Альбина Кашапова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова